На полигоне Брестский собрались представители Вооруженных сил, Следственного комитета, таможни, МЧС и МВД, а также специалисты органов власти, чтобы принять участие в военной эстафете, которая проводится впервые. Это отличный шанс для всех участников показать свои способности в спорте и побороться за победу. Настроено отлично, погода отличная, будем участвовать в военной эстафете. Это первая военная эстафета, поэтому все для нас неизвестно, экспериментарное, креативное, поэтому попробуем себя. С таким позитивным и доброжелательным настроем участники приступили к соревнованиям, которые предусматривали многочисленные испытания, метание копья, полосу препятствий, стрельбу, а также не менее значимую часть – оказание помощи раненому товарищу. Соревнования были направлены на укрепление боевого духа участников, причем каждый из них смог продемонстрировать свою способность работы в команде. Эти соревнования проводятся впервые. В организациях была инициирована главой нашей области Юрий Витальевич Мшулейко, принимают участие в соревнованиях и местные органы исполнительной власти, и все областные силовые структуры. 17 команд у нас сегодня участвуют, это порядка 100 человек. Ну и все конкурсы в этой эстафете мы постарались сделать такими, чтобы людям было интересно. Интересен и тот факт, что среди участников соревнований нет профессиональных спортсменов. Конкурс проводился среди сотрудников ведомств, а также их руководства. Нам важно тоже принять участие, потому что не только на работе должны заместители, присядь располагомые специалисты, проявлять свои знания и способности, но в том числе и в военной подготовке, в данном случае в эстафете. Поэтому мы потренировались накануне, и я надеюсь, что сегодня команда Брестского района займет достойное место. Во время соревнований участники смогли продемонстрировать слаженность работы и проникнуться атмосферой военных учений. Эстафета была направлена на то, чтобы сплотить коллектив силовых структур и местных органов власти, потому что каждого из них объединяет одно общее дело – стремление сделать нашу страну лучше.